Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Иаков, апостол, пишет так, «Но кто вникнет, скажи самой, вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Смотри, мы очень часто такие поверхностные, мы не вникаем, мы не углубляемся, потому что мы не вникаем, не происходят те процессы, которые должны были бы прозойти вместе с нами. Но Дух Святой говорит нам через апостола Иакова, «Но кто вникнет?» Когда мы приходим сюда, мы тоже должны вникать в Слово, вникать, а что Бог приготовил сегодня, что Он хочет вложить в мое сердце, что Он хочет донести до меня, потому что если мы сидим, как бы так поверхностно слушаем, одним ухом здесь, другое ухо там, в голове что-то третье происходит, то мы не вникаем. А если мы не вникаем, не погружаемся в это, мы не помещаем себя, как семя, в эту почву, в эту атмосферу с нами не происходят процессы, процессы изменения, процессы высвобождения потенциала. Мы ничего не видим, ничего не узнаем, пришли и ушли, ничего не произошло. Но поэтому Он говорит, «Кто вникнет?» Этот закон, который несет тебе свободу, он высвобождает, высвобождает то, что Бог вложил в тебя, оно должно высвободиться, а меня должно вырасти. Ты должен стать другим. Поэтому Бог говорит, что будучи не просто забывчивым слушателем, послушал, сказал, «Аллилуйя, слава Богу, как хорошо, как здорово!» Но ушел отсюда и забыл, что тебе говорилось, что ты слышал. Бог говорит, «Будь исполнителем то, о чем ты слышал». Исполнителем Божьего сценария не только знать, какой Божий план для тебя приготовлен, но исполнять. Мы говорили, что такое сценарий? Сценарий, да, он пишется до спектаклей, для кинофильмов, для того, чтобы нам было легче понять. Поэтому мы говорим, не план там, например, не воля там, а сценарий. Почему? Потому что у сценария есть тот, кто составляет сценарий, есть режиссер этого сценария. Аминь. И в этом сценарии все прописано, когда, кто, где, в каком месте, что должен делать. Это означает, что мы сегодня, о чем я хочу говорить сегодня, о посвящении себя Богу. Аллилуйя. Потому что, если мы не посвятили себя Богу, Бог не имеет права что-то делать в нашей жизни. Если мы не отдали себя Богу полностью, Он не имеет права с нами что-то сделать. Понимаешь, даже как актер, например, он должен посвятить себя работе. Он должен посвятить себя конкретному сценарию. И когда он себя посвящает этому сценарию, он читает, он вникает в эту роль, правда? Он учит ее на память, потому что он не должен там что-то с самодеятельностью заниматься, придумывать, чего не сценарий, потому что его не для этого взяли, чтобы он сам ходил, там придумывал и сочинял. Нет. Он должен исполнять ту часть, которая ему отведена. И поэтому он приглашен, чтобы участвовать в этом спектакле или фильме, он вникает в этот сценарий. И Бог говорит, чтобы ты тоже вникал в этот сценарий. Понимаешь, когда актер попадает туда, это становится его жизнью, это становится его работой. За это он получает финансы. Аминь. Знаешь, мы иногда не можем понять, почему что-то не происходит, что-то не получается, где эти благословения, где там те прорывы. И ты знаешь, вот именно когда мы попадаем в его кино, в его сценарий, приходит его верность, приходит его обеспечение. Потому что, знаешь, никто тебе не будет платить, если ты там ничего не делаешь. Никто тебя не будет вознаграждать, если ты в этом не участвуешь. Если ты не участник этого, ты не можешь просто прийти в соседнюю квартиру и сказать, слушайте, ребята, ну вы меня тоже кормите, поите, обувайте, одевайте, они скажут, с какой радости. Ну мы с вами как бы в одном доме живем. Ну мы живем в одном доме, но мы не живете вместе с нами. Аминь. Поэтому Бог хочет, чтобы мы вникли, вникли в тот сценарий, вникли в тот план, который Бог имеет. Понимаете, для этого мы сегодня об этом больше и больше поговорим. Потому что, как тебе вникнуть, как тебе туда попасть, да, как тебе там быть. Потому что, зная, вникая, исполняя, ты исполняешь волю Божью. Поэтому Бог хочет, чтобы мы не только не знали, а чтобы мы знали, первое, что второе, мы исполнили его волю поэтому что я хочу сказать что часто часто когда мы не понимаем этого и мы слышим что-то кто-то что-то сделал у кого-то что-то получилось или мы читаем в библии могли о бог я не могу это сделать у меня это не получается я ним не могу этого сделать ну знаешь мы должны понять что если бог тебя к чему-то призывает да если он тебя поместил свой сценарий он и что ты это можешь сделать поэтому я тебя беру на эту роль я бы взял другого на другую роль 3 на 3 а тебя я беру именно для этой цели потому что только ты это можешь сделать и ты не можешь тогда сказать я не могу этого сделать у меня это не получится нет бог это специальная роль для тебя она для тебя написано она твоя и только ты сможешь ее исполнить смотрите что написано в слове божьем 2 тимофею спасшего нас и призвавшего нас званием святым не по делам нашим но по своему изволению и благодати данной нам во христе иисусе прежде вековых времен видите что здесь написано не по нашим делам поэтому мы не можем сказать бог я не могу сделать того и не могу сделать этого помните когда он обратился к моисей будет моисей ты в моем плане ты в моем сценарии ты должен освободить народ ты должен пойти к фараону ты должен ему сказать там то-то и то-то что стал говорить моисей я человек неречистый я не смогу это сделать я не смогу сказать сходить я не смогу сказать у меня это не получится тогда что говорит ему господь кто дал уста человеку кто тебе дал уста я тебе до устал поэтому ты сможешь потому что я это дал тебе и я тебя создал для этого аминь знаете вы должны понять когда мы только рождаемся враг начинает работать против нас вот он называется враг противник да почему потому что он хочет остановить божий план нашей жизни он хочет увести нас от того плана того сценарий который бог имеет совершенно в другом направлении поэтому пришел украсть этот план убить нас и погубить нас но написано что иисус пришел разрушить дела дьявола поэтому когда ты спасаешься когда ты принимаешь иисуса свою жизнь начинается новая жизнь ты должен узнать эту жизнь должен узнать этот план должен вникнуть в этот сценарий чтобы исполнить его аллилуйя и здесь написано что спасшего нас и призвавшего нас видишь когда мы спасены мы призваны в его план мы призваны в его волю мы призваны в его сценарий аминь поэтому это написано не по нашим делам не по нашим делам друзья поэтому ты скажешь я ты скажешь я не могу да не из-за того что ты можешь и не можешь потому что это он тебя выбрал но по своему изволению и по благодати данной нам во христе иисусе когда прежде выковых времен прежде еще когда что-то было сотворено бог уже имел этот план я тебе и обо мне и этот замечательный план дух святый хочет тебе открыть и показать вот тогда ты понимаешь смысл цель жизни здесь существования на земле для для чего ты здесь ты же не просто какая-то случайность да ты не просто здесь появился хотя тебе могут верить что ты случайность что ты не нужен что это была ошибка когда тебя родили ты не должен был появиться нет если ты появился бог дал тебе жизнь что-то дает жизнь бог дает жизнь зачем он дает тебе жизнь вот здесь ты должен узнать здесь ты должен вникнуть здесь и написано поэтому просите ищите стучите тогда вы узнаете тогда вы найдете бог не говорит что это будет просто само по себе нет он поощряет тебя быть участником не просто наблюдателем не просто каким-то зрителям но участникам знаешь сейчас в современном мире многие люди просто живут как зрители вот все сейчас построено на то что ты ничего не делаешь ты пришел ты смотришь пришел домой включил телевизор смотришь. Включил компьютер, смотришь. Пришел куда-то еще, смотришь. И вы знаете, вот сейчас люди такие тяжелые становятся на подъем. Потому что они привыкли быть зрителями. Быть зрителями. Ну, давайте нас, развлекайте нам, рассказывайте, пляшите тут, пойте нам песни, а мы посидим, посмотрим. Но ты знаешь, Бог, Он не хочет, чтобы ты был просто зрителем. Он хочет, чтобы ты был участником. Потому что, когда ты участник, это совершенно другие переживания. Аминь. Это совершенно другая роль в твоей жизни. Потому что те, кто смотрят фильм, они же не участвуют в ролях. Они же не участвуют в сценарии. Но Бог не сказал, чтобы ты просто за кадром оставался. Чтобы ты просто сидел на обочине своей жизни. Чтобы ты просто ничего не видел. Бог зовет тебя. Но насколько ты хочешь подняться. Потому что с другой стороны плоть и дьявол, они тебя держат. Они тебя приклеивают, чтобы ты немного поспал. Говорят, ничего не надо. Немного поспи. Немного полежи. Так и неделя пролетела. другая там. Потому что много людей в эти праздники, в эти выходные ничего не сделали. Ничего хорошего не сделали. Время пролетело, ничего не произошло. Но знаешь, Бог говорит тебе об обратном. Что наоборот. Чтобы ты поднимался. Чтобы ты искал того, что Бог для тебя приготовил. Да? Потому что это драгоценно. Это нужно тебе. Это изменит тебя. Это благословит тебя. И что еще написано здесь, нам в Слове Божьем? Что то призвание, которое Бог приготовил для нас, оно открыто для нас. И оно открывается, когда мы входим в то предназначение, в которое Бог приготовил. И сегодня я хочу больше именно поговорить, как мы призваны и к чему мы призваны. Поэтому первое о том, о чем я хочу сказать, это 1 Коринфянам 1.9 написано «Верен Бог, которому вы призваны». Знаете, часто люди ищут «А к чему я быть призван? Быть апостолом? Быть пророком, евангелистом? К чему я вообще призван?» Вы задаете себе вопрос «К чему я призван?» Кто задается этим вопросом? Почти все задаются. Но вы Библию читаете? Там написано, к чему вы призваны. Вот здесь написано «Верен Бог, которому вы призваны в общение». Поэтому первое наше призвание – это общение. Общение с Богом. Знаете, так часто приходится слышать, люди говорят «А зачем мне общаться? Зачем мне молиться? Зачем мне то? Я же там просто работаю, там где-то на заводе. Я там работаю водительным. Я там работаю бизнесом». Это вот как бы вы должны заниматься. Вы пасторы, там молитесь, вы там прорывайтесь. Но ты понимаешь, что первое призвание, которое Бог приготовил для каждого из нас, это общение с Богом. Аминь. Это общение независимо, кем ты работаешь или ты вообще нигде не работаешь. Может, ты пенсионер уже. Но он говорит «Посмотри, призвание оно не изменилось для тебя. Если Бог спас тебя, значит, Он дает тебе призвание. Какое призвание? Общение». Здесь так и написано. «Которым вы призваны в общение». Ты когда-нибудь думал, что ты призван молиться, призван общаться с Богом, призван проводить с Ним время. Потом уже ты будешь там, и может быть, и апостол, может быть, и пророком, может быть, и... Не знаю, кем ты еще будешь, но первое, к чему, говорит, ты призван, это в его общение. И Бог говорит, Он тогда тебе верен. Ты знаешь, мы часто, может быть, говорим, а верен ли мне Бог? Я читаю в Библии, что Бог верен. А вот я не уверен, верен Он или не верен. Бог говорит, что Он тебе будет верен тогда, когда ты будешь в Его призвании. Он верен тебе тогда, когда ты принадлежишь Ему. Потому что я не могу отвечать за чужие вещи. Они не мои просто. Понимаете? Друзья, поэтому Бог верен, когда мы Ему принадлежим. Понимаешь? Если ты отдал Ему себя, свою жизнь посвятил Ему, зачем тебе снова ее забирать? Говорит, я не хочу, как Бог хочет. Я хочу по-своему. Мне хочется по-другому. Тогда мы разрушаем верность Бога. Понимаете? Бог, Он верен, да, Он верен. Но Он верен, когда мы Ему принадлежим. Потому что я сказал, что я не могу быть верным за чужие вещи. Они не мои. Они мне не принадлежат. И я не могу ими распоряжаться. И я не могу их охранять. И я не могу быть верным. Потому что это не мое. Но если это мое, я должен быть к этому верным. Аминь. Поэтому здесь написано, верен Бог, которому вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа. Это для всех. Это для всех. Если ты спасен, ты призван, то ты призван к общению. Поэтому хочется, чтобы этот год ты посвятил действительно полностью Богу. Посвятил себя Богу полностью. Не просто как-то половинчато сегодня посвящаю, завтра не посвящаю. Как говорится, на двух табуретках далеко не уедешь. Не пробовали на двух табуретках? Как сказал Иисус, никто не может служить двум господам. Потому что одного будешь любить, а другого не будешь любить. И Бог, конечно же, Он говорит, иди со Мною. Потому что Я тебе предлагаю благословение или проклятие. Я предлагаю тебе жизнь или смерть. Но Он говорит тебе, избери жизнь. Посвяти этот год полностью Богу. Знаете, с чем я столкнулся? Очень, к сожалению, очень часто христиане не хотят себя полностью посвящать Богу. Почему? Потому что, говорит, ну, конечно, если тебя полностью посвятишь, потом что уже? Уже шубу-то не заберешь. Уже как бы надо жить так по-другому. Надо вот это, надо вот это. А я думаю еще как бы и для себя хочется пожить. И мне вот это хочется, и то хочется. Друзья, мы тогда никак не можем понять, что а чей лучший план? Божий план или твой план? Кто тебя создал? Кто твой творец? Аминь. Кто сотворил тебя? Вот понимаешь, кто, кто лучше знает, зачем ты? Потому что не ты себя же слепил, правда? Он тебя создал. Поэтому его план, конечно же, он лучше. Но иногда мы почему-то думаем, что наш план лучше. Мы думаем, что лучше нам вот так вот. Или лучше нам вот этак вот. Поэтому Писание нам говорит, что верен призывающий вас. Верен. Он призывает вас. И он верен, чтобы вас обеспечивать, чтобы вас вести, чтобы вас благословлять, чтобы вас вдохновлять. Но он говорит, будьте вы тоже верными. Посвятите полностью себя Богу. Отдайте себя ему полностью. Аминь. Поэтому, может быть, это непростое решение, но, знаете, это очень и очень важное решение. Писание также говорит, ибо мы его творение. Чье мы творение? Чье мы творение, да? Мы его творение, созданное во Христе Иисусе. Вот слово творение по-гречески, оно означает, как вы думаете, что оно означает? По-гречески всегда что-то означает, да? Оно означает произведение искусства. Аллилуйя. Если мы переведем, да, слово скажем, ибо мы его произведение искусства. Слава Богу, да? Ты знаешь, Бог не просто тяп-ляп что-то сделал, что-то слепил, там что-то как-то, как-то вот, ну как получил, как вышло, знаешь, как мы иногда, а что ты так сделал? Ну, я не знаю, как получилось. Знаешь, все, что делал Бог, он говорит, весьма хорошо получается, да? Весьма хорошо. Он говорит, что мы его творение, мы его произведение искусства. Поэтому, знаешь, иногда люди жалуются, ой, я не такой нос хотел, не такие уши, не такой рост, не такой вес. И как бы мы начинаем вот, что мы начинаем? Уничижать себя, но уничижая себя, мы уничижаем Бога. Потому что это Бог нас создал, правда? Написано, ибо мы его творение, мы его произведение искусства. Повернись вот, скажи ты, произведение искусства. А? Нет, да не похож ты на произведение искусства. Я в тебя чуть-чуть тут подкорректировал бы, чуть-чуть бы подделал тебя. Нет, написано, мы его произведение искусства. Видишь ли, иногда почему мы хотим все себя поменять, там, изменить, что-то мы недовольны, потому что мы не видим себя произведением искусства. Может быть, кто-то о нас плохо говорил, кто-то нас там критиковал, обзывал, там, как-то называл. И мы приняли ту информацию, да, информацию врага. Как помните, когда Бог пришел, когда мы съехали, говорит, а мы вот голые. Говорит, а кто вам сказал, что вы голые, да? А кто сказал, что ты недалекий, да? А кто сказал, что ты не умный, что ты глупый, что ты нетворческий, да? Кто тебе это сказал? Бог сказал, что ты его произведение искусства. Поэтому мы часто берем, что кто-то о нас что-то сказал, и в это мы верим больше, чем тому, что она сказал Бог. Но извини, те люди, которые тебя, может, уничижали, они что, они тебя создали? Они разве тебя сотворили? Что они сделали? Они только унизили Божье творение, да? Поэтому никогда не говорите о себе плохо, потому что этим не только вы плохо говорите. Представляете, вы приходите в галерею картинную, да, и там разные картины, там и все, и все. Ну так все специалисты говорят, вы подходите, ну ерунда какая-то, мазня какая-то, что-то такое вообще. А рядом стоит художник, например. Да, как он чувствует себя, да, как он себя чувствует. Поэтому, а Бог-то с нами всегда. Когда мы начинаем быть недовольными о себе, там, он у меня не то, я такой, сякой, такой, плохой. А творец стоит и слушает, ты что, ты обо мне так говоришь? Ты говоришь о моей работе? Ты так отзываешься о моем произведении искусства? Знаешь, мы должны себя видеть так, как видит нас Бог. Потому что это тоже план Божий, это сценарий Божий, увидеть себя Божьими глазами. Поэтому многие люди, они несчастные, они себя видят чужими глазами. Теми глазами, которые кто-то их видит, кто-то их так называет, кто-то их там унижал, и они приняли почему-то эту информацию за истину. Но вот она истинная информация о тебе. Бог твой творец. Веришь ли ты в это? Если ты веришь, тогда ты говоришь, да, я верю в то слово, которое ты сказал. Мы его творения, мы его произведения искусства, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Аминь. Понимаешь, ты призван к добрым делам или нет? Создан на добрые дела. Создан на добрые дела. Знаете, сегодня я хочу более показывать, насколько мы нуждаемся в Боге. Потому что даже добрые дела делать, надо знать, какие добрые дела тебя Бог призвал делать, а какие не призвал делать. Потому что мы не все призваны делать одно и то же. Я помню, когда люди ходили в больницу, много ходили, там посещали, и кто-то наоборот говорил, да, это так здорово, я так вижу, как это помогает людям. Вот мы пришли там, поговорили, помолились. А кто-то мне говорил, знаете, пастор, я захожу в больницу, мне уже плохо. Я захожу в палату, мне еще хуже. я вижу там какие-то там марли с кровью, я теряю сознание, меня впору откачивать. Не все должны делать то же самое, понимаете? Вот иногда мы тоже судим, вот я что-то делаю хорошее, и все должны точно так же делать. Нет. Здесь четко написано, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Может быть, тебе другие добрые дела Бог предназначил исполнять, тогда эти дела тебе понравятся. Аминь. Потому что ты создан делать другие добрые дела. Почему вообще тогда ничего не делается? Потому что ты не ищешь себя в Боге, ты не ищешь себя в Божьем сценарии, ты не ищешь, а какие добрые дела Бог приготовил, чтобы ты их делал. Понимаешь, с этим и приходит ответственность, когда ты понимаешь, да, это план Божий для меня, вот делать вот эти добрые дела, и если я их не буду делать, за меня их никто не будет делать, через это приходит твоя ответственность. Ты понимаешь, что ты был создан, чтобы делать именно эти добрые дела. Скажи слава Богу. Аллилуйя. Поэтому, знаете, христианская жизнь, она очень насыщенная, она очень интересная. Но зачастую, как люди воспринимают христианство, как они вообще это воспринимают. Вот сейчас было Рождество, я так иногда смотрю, что по телевизору показывают, так интересно. В основном, если это касается религии, показывают какие-то монастыри. Какие-то монастыри, там какие-то бабули в черных платочках рассказывают, как они коз дают, страусов гоняют, выращивают. Или там дедов каких-то, старцев таких. И, знаете, всегда какое-то представление почему-то о вере, что это вот вера. И многие поэтому боятся, когда они слышат, ты стал верующим, что с тобой случилось, что произошло. Потому что вот это представление о вере, это вот такие бабульки, которые там поклоны бьют, там что-то делают. Вот какой-то такой стереотип. Так или нет? Вы тоже, наверное, так же думали. Поэтому почему не показывают молодежные конференции, что здесь происходило. Многие бы увидели, что это христианство может иметь и другое, и другие добрые дела. И это тоже хорошо, да, быть в монастыре, коз там выращивать, страусов гонять там и еще что-то делать, да. Но не все же это должны делать. А люди всегда думают, что если это о вере, то это все такие будут. Все точно такие будут, да. Или еще другая грань. Или показывают эти самые сказки. Сказки. Рождество значит сказки. Поэтому у людей вера в Бога это сказки. Вот что они видят, они так и представляют. Потому что те, которые программы составляют, люди, вот они, наверное, так и мыслят. С одной стороны, вот это монастыри, а с другой стороны, это сказки про Баба-югу. Ну и там про что-то еще. Поэтому тогда христианство, оно представляется чем-то вот, ну, ненастоящим. Либо таким унылым, таким скучным, таким страшным. Либо какая-то сказка, которую придумали. Но это совершенно другая жизнь, правда? Совершенно другая жизнь. Ты же не живешь такой жизнью, какой часто это представляет мир. Поэтому мы должны показать миру, что такое христианство, да. Что такое вера в Бога. И даже когда, мы, например, говорим, знаете, она ждет вечная жизнь. И человек думает, да, ты будешь там, тут в монастыре прожил, и там еще в вечность будешь в монастыре жить. Их это, думаете, вдохновляет. Говоришь, зато ты в аду не будешь, там на сковородке сидеть. Какое счастье, да. Поэтому вот эти ложные представления, почему написано истина, она приносит свободу. Но истина, она должна познаваться, она должна открываться, она должна проповедоваться, это истина. Поэтому, когда часто в Писании тоже написано, что мы должны как спортсмены стремиться к цели, да. И вот когда, например, человек спортсмен, его все как-то понимают в обществе. Почему он там не пьет, почему он там не курит, почему у него какая-то диета, почему у него какой-то особый образ жизни. Почему? Потому что я готовлюсь там к соревнованиям. Я готовлюсь, чтобы там побеждать, там на какой-то кубок еще. Но когда ты говоришь, что ты верующий, и что ты как спортсмен живешь, все почему-то думают, что ты свихнулся. Почему такое представление о вере? Потому что люди не знают. Они знают, как живут спортсмены, и это нормально, что они вот живут здоровый образ жизни, ведут так и так, и так. Они там тренируются, они там занимаются. Но когда ты говоришь людям, я пошел молиться, я думаю, это странно, чем вы там занимаетесь. Что вы там делаете? Что это за такой мир такой непонятный? Поэтому наша задача открыть этот мир, да. Показать людям вот эту красоту, вот это произведение искусства, которое Бог говорит, вы когда придете в этот мир, вы просто увидите его другими. И другим людям вы расскажете, что в этом мире происходит. Но если мы такие христиане половинчатые, да, наполовину посвященные, мы же не можем вникнуть в этот закон свободы, понимаете? Мы не попадаем в этот фильм, мы не попадаем на эту территорию, мы не попадаем в эту атмосферу, в это окражение, и с нами ничего не происходит. Ничего не происходит, друзья. Поэтому мы не можем измениться, не попав в эту почву, в эту среду. Но Бог нас зовет, Он говорит, придите ко мне. Аминь. Придите ко мне, я вас успокою. Так же написано? Вы успокоитесь. Знаете, людям не хватает покоя в этом мире. Они такие беспокойные все. Они такие нервные, они такие дерганые, да. Вот как вот люди, я иногда смотрю, когда люди в миру уже, настолько мы уже странники и пришельцы. Как они живут в семье, то ругаются, то скандалят, то дерутся. Что это такое? Это семья или просто два вражеских этих самых отряда собираются под одной крышей. Поэтому иногда и хорошо, что кого-то нет дома, что муж уехал, слава Богу. Глаза мы его не видели, да. Это, ну, насколько это все ненормально. Вот о чем я хочу сказать. Но когда мы живем нормальной жизнью, то для мира это ненормально. Так ведь? Ну, вы какую ненормальность избираете? А? Чтобы дубасить друг друга, ругать друг друга, там, унижать друг друга. Зато, ну, как все. Как все нормальные люди. Все. Или вы хотите быть ненормальными к Христа ради? А? Ну, у вас все замечательно, все прекрасно, да? После праздников никто с фингалом не пришел здесь. И смотрю, зубы вроде все улыбаются на месте, да? Потому что часто, когда в том мире встречаешь, мы погуляли с ребятами. Говорю, видно и чувствуется далеко, что вы погуляли. Далеко зашли, видно. Да, точно, далеко зашли. Не знаю, где вот это потерял, где то оставил. Там кто-то без машины остался, кто-то еще без чего-то. Почему? Потому что все, люди потерялись. Но Писание говорит, что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Аминь. Это же здорово. Или нет? Разве это унылая жизнь, которую дьявол представляет? Да, такая нылая, такая жалкая. Ну, говорит, если не в монастыре вечность, то на арфе будешь играть. Ну, может, в нашем варианте на балалайках. Там российское представительство на небе. Мы там на балалайке, европейцы на арфах. Кто-то на там-тамах. Специально для вас, говорит, специально для вас. Еще о чем хочется заметить. Недавно просто размышлял. Многие люди используют это выражение. Давайте сейчас я его прочитаю. И притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И вы знаете, мы часто не понимаем, о чем говорим. Потому что, знаете, можно ходить по граблям всю жизнь. Бум! Все ко благу. Бум! Опять ко благу. Бум! Снова ко благу. Но ты знаешь, часто Бог говорит, это твоя дурость. Никакое благо тут не исходит. Часто мы не понимаем даже местописание, которое говорит, что все кому содействует, ко благу. Друзья, читайте предисловие. Что написано? Первое. Любящим Бога. Любящим Бога. Да? Второе что? Призванным. Это те, которые живут в Его воле. Да? Мы об этом сегодня говорим. Которые посвятили свою жизнь Богу полностью. Да? И если мы себя отдаем, посвящаем Богу, тогда Бог говорит, что я за вас отвечаю. Слава Богу. Поэтому Он говорит, отдавай. Это благословение отдавать. Отдай свою жизнь. Не зажиливай ее. Не держи ее. Не прячь ее. Когда ты ее отдашь мне, то Бог наполнит тебя тем, что есть у Него. Потому что часто люди не уверены, куда они бегут. Сегодня они в одном направлении, завтра они в другом, послезавтра в третьем. Но когда у тебя есть Божий план, Божий сценарий, ты точно знаешь, куда тебе бежать. Когда тебе бежать. И с кем тебе туда нужно бежать. Аминь. 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 Редактор субтитров А.Семкин